Итак, на часах у нас 8.54 утра, я наконец-то выбрался на рыбалку. Это вот такое озерцо, одно из близлежащих ко мне мест. Водоем интересный, платный. 10 злотых, по-моему, классическая цена на всех платных озерах, которые здесь присутствуют в окружении Труймяста. И этот конкретный водоем, он очень интересен тем, что находится в низине. И вокруг его растет вот такая вот бурная растительность, такие вот лесные угодья. Задача моя поймать щуку. Она здесь есть, по рассказам, как обычно, как повелось местных каких-то рыбаков, каких-то встреченных мною здесь. Потому что я уже не первый раз сюда приезжаю. Был один раз, но ничего толком не словил. Маленькая щучка клюнула, но это было летом. Сейчас уже начало осени, начало сентября. Конкретно сегодня у нас 8 число. И надежда уже есть на то, что получится поймать более что-то значимое. И вообще, что рыба как бы проявит себя хоть как-то. Этот водоем вытянутый и не широкий. Поэтому, в принципе, я сейчас в забродных сапогах. Вот так вот я выгляжу и буду заходить сейчас вот так вот, докуда смогу. Ну и кидать, или же прямо, потому что здесь по последнему разу у меня было так, что вот под тем берегом только, там есть такая дорожка травы. И вот под бровкой там ходила щука. А здесь как-то не было ничего. Но попробуем. Сейчас уже, конечно, другое время, и все могло поменяться. Поищем, посмотрим. Озеро не широкое, но оно достаточно длинное. Если туда вот посмотреть дальше, то видно, насколько далеко уходит его территория. Вот. В принципе, все. Начинаю с силикона. Это у меня будет какой-то предатор, какое-то копыто в белом цвете. В ярком цвете для начала. Ну а там и воблер, как бы, можно применить и блесну какую-то, если надо будет подальше кинуть. Надеюсь, что будет какой-то результат. Душно, очень душно. Погода меняется как-то так быстро. Вчера было холодно, сегодня жарко. Вот. И идут тучи. Ночью шел дождь. Так что сегодня не исключено, что попаду под проливной или под обычный дождь. Ох, утка вылетела. Испугала. И вторая вон пошла. Ой, что-то схватило только, что прям в траве. Не понял, только щука это была или окунь. Запутала мне тут. Прям вот тут вот только что атаковала какая-то мелочь. Пробуем сейчас. Не знаю, или шнурок маленький выскочил. Или окунек. В общем, я так подумал, подумал и решил, что если в течение, не знаю, полтора-два часа не будет поклевок, переключусь на окуня полностью. Может даже отводной сделаю или дропшот. Потому что хочется хоть какую-то рыбку поймать. Вот. А щука пускай подождет. Но я еще не теряю надежды. Полчаса рыбалки примерно прошло. Был один выход рыбы. Скорее всего окунь. И пока что тишина. Глубина примерно в то место, куда я кидаю. Это может порядка метр-двадцать-полтора метра. Мелковато как-то. В начале лета здесь оказалось глубже. Кажется, ударчик был небольшой. Вот такой вялый, такой вялый. Окунь, походу. Пробую сейчас на волкер. Как он называется? От понтона. Локо Перо. Он хорошо летит. Мне хочется проверить дальний берег. И я ищу приманки, перебираю, какие будут лететь дальше. Но этот пока что дальше всех летит. Сейчас максимально близко к берегу. Кажется, недалеко, но добросить достаточно проблематично. Он летит порядочно. Попробовал я разные приманки. Но все-таки я склоняюсь к тому, что силикон это тот инструмент и то оружие, которое надо использовать в первую очередь. Потому что активность рыбы все-таки проверяется быстрее и точнее, чем ловля на топ-вотеры, на блесны и так далее. Ну, конечно, на каждую снасть есть свои специалисты. Кто-то любит блесну, например. Но я предпочитаю силикон. И поэтому сейчас возвращаюсь к копыту белому. Будем пробовать какую-то поклевку, заработать. Сейчас тут делаю проводки. Мне кажется, что слишком быстро приманка падает. Хотя, ну, в рамках допустимого, но хочется попробовать что-то более такое медленное и легкое. Потому что место перспективное, выглядит интересно. Ощущение, что здесь должна быть рыба. Поэтому надо экспериментировать всегда и пробовать ставить приманки разного типа. А в данном случае я тип приманки не буду менять, а поставлю просто более легкий и парящий вариант. Попробую сейчас на золотую, вот такую вот, на золотую изишайни. О, есть рыба, есть рыба. Блин, на золотой изишайнер. Зашла куда-то в траву. Ах ты, блин, сошла. Отдел новую приманку и сразу же удар получил. Вот что значит, вера, вместо. Я вам скажу, что зубов нету. Нет, есть. Вот зубы. Вот зубы. Завела мне в траву какую-то. Ну, как бы такая, около килушка, наверное. Жаль. Так, еще пару забросов, надо перемещаться дальше. Потому что, если она устояла, то, скорее всего, одна. Ну, как то. Так. Мне кажется, что зубы. есть рыбка есть окунь кажется подсел или щучка небольшая еле-еле без удара вообще абсолютно бездар кажется окунь да хороший блин тихо 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 еле-еле висит сейчас ай ушел от собака блин все же в руку не взял такой окунек блин неплохой подсел на золотой изи шайнер есть опять поклевка блин сход там есть окунь там стоит окунь да опять была поклевка вот уж интересно сушима предложить такого может лобберок одеть градигация о размер средний по доку не подходит и под щуку все таки надо силикон ставить ладно возвращаясь я кто приманка на которую были поклевки потому что начал менять и все все закончилось может ему сейчас цвет подходит или сама сам размер приманки в размер не маленький 10 сантиметров я имею ввиду для окуня но два удара один одна щука уже села на этот силикон и окунь 1 и 2 убежали но есть движение какое-то есть результат а это самое главное был ударчик блин был удар отчетливый удар такой именно есть есть рыба вот он вот он вот он хороший окунь стоит стоит хороший окунь вот вот такой вот показываю напарнику на машине приехали вместе короче смотрю что-то поклевки за поклевками и вот такие окуня клюют но это такой грамм на 150 200 но приятно сейчас я его быстро отпущу да и кстати интересно то что была поклевка хороший удар был такой плотный мощный я подсек но рыба не засеклась и буквально через пару секунд она догонял догнала и уже взяла так как нужно такие окуни мне нравятся конечно это не щука но они достаточно сильные клюют они интересно а проводку я делаю кстати на окуня то есть я не делаю проводку на окуня не стараюсь его именно подстроить ее под ловлю окуня дело обычную щучью так как я делаю это ну три земления приманки на дно под два подрывчика вот таких вот и три два три четыре оборота катушки по разному зависит от глубины вот тяжести груза что-то зацепил зацепил под водой натыкаюсь на большие волны иногда блин есть риск упасть потому что задумываешься о чем-то другом о том где находится рыба и так далее вот потеряешь равновесие вот отдел новую приманку благо у меня еще были точно такое же расцветки и размера виброхвосты вот джек головку я беру с собой всегда плоскогубцы и откусываю нужны мне размер нужны мне вес джек головки блин была поклевка ну что ж день в самом разгаре сейчас у нас два часа дня и я уже совсем в другом месте с озера которое называется пшотково кстати вспомнил мы уехали потому что перестала клевать в общем напарник мой с которым я езжу на рыбалку последнее время сказал что там не клюет ничего короче он поймал одного небольшого окунька ну а мою рыбу вы видели и мы уехали сейчас заехали в на осовское озеро и тут тоже так себе ситуация все места заняты и много людей стало так душно жарко что я сложил уже спиннинг и решил небольшое заключительное слово сказать чтобы этот ролик получился более менее органичным все в общем начало осени рыба потихоньку просыпается и я надеюсь что скоро скоро она уже начнет клевать настолько хорошо что позволит снимать ее и при этом получать удовольствие от размера этой рыбы все впереди матлава я хочу к ней подобрать ключик и половить там щуку говорят что там есть хорошая щука а озеро в пшотково хотя бы с одной из своих сторон сегодня показано ну я надеюсь что мне это хотя бы отчасти удалось